33 года отдаляет нас от того дня, когда мирный атом Чернобыльской АЭС вырвался из-под контроля и вызвал крупнейшую в истории человечества техногенную катастрофу. Радиационному облучению подверглись миллионы людей. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек из всех республик Советского Союза, в их числе 949 краснолучан. По доброй традиции, 26 апреля жители города собираются в парковой зоне третьего микрорайона у памятного знака ликвидатором, чтобы поблагодарить живых свидетелей событий 1986 года и почтить память тех, кто ценой своей жизни спасал мир, для кого чувство долга было превыше всего. Последствия могли быть гораздо трагичнее, если бы не мужество и самопожертвование людей, принимавших участие в ликвидации последствий трагедии. Именно ваш профессионализм, ваше мужество, ваша верность долгу позволила спасти сотни тысяч человеческих жизней. 949 наших земляков, наших краснолучан, принимали участие в ликвидации аварии. Многих из них уже нет с нами. Мы склоняем голову в знак уважения перед вами, чернобыльцы, и святочки им светлую память безвременно ушедших из жизни ликвидаторов. Уважаемые ликвидаторы, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и спасибо за тот подвиг, который вы совершили. О многом хочется говорить, рассказывать о печальной статистике, но этого делать не могу. Приятно то, что приходишь и видишь еще ваши глаза, которые полны еще жизни, которые еще могут что-то и пытаются выживать в это тяжелое время. Поэтому скажу вам просто, я рад вас всех видеть, помогать вам здоровья, терпения и вдохновения. Во всей чернобыльской операции приняли участие 4 тысячи пожарных. Благодаря их героизму и самопожертвованиям, не взорвался третий реактор, который был соединен четвертым и находился в непосредственной близости от него. Последствия взрыва еще одного реактора трудно представить. Поэтому любое мероприятие, посвященное чернобыльской трагедии, должно чтить память пожарных, пожертвовавших своими жизнями в борьбе с огнем на ЧАЭС. Сегодня мы чтим память тех, которых нет рядом с вами. А вам мы желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, выживания в этой нелегкой жизни. И я должна вам, как председатель Морсовета ветеранов, заверить вас, что мы всегда рядом с вами. Трогательные слова и музыкальные композиции подготовил коллектив Дворца культуры имени Ленина. Мало кто остался равнодушным, и участники митинга то и дело смахивали слезы. В память о погибших земляках, ликвидаторах аварии, зажгли поминальные свечи и выразили скорбь, застыв в минуте молчания. Священнослужитель провел заупокойную панихиду, а памятный знак украсили венки и цветы от благодарных краснолучан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова